Под горой 24 июня 41-го Настя Прудникова провожает мужа на войну. Третий раз за два года. Не жди, говорит он, прощаясь. Теперь уж чувствую, не вернусь. Настя остается одна с тремя детьми. Только сказал, береги детей. Береги детей. Вот. И все эти 70 лет нет ответа. Как же так вышло? Почему война оказалась такой ужасной? Не было ли какого другого варианта? Могло ли 22 июня остаться обычным летним воскресеньем? Специально для этого фильма историки Михаил Мельтюхов и Марк Солонин изучили горы архивных документов. Почти все доступное о том времени, что называют предвоенным. К сожалению, доступно далеко не все. Многие фонды засекречены, а те, которые вроде бы и открыты, далеко не всегда позволяют получить нужные историку документы. Сегодня им предстоит опровергнуть или подтвердить множество устойчивых мифов. Что Сталин не готовился к войне, что Разведкова обо всем предупредила, а он ей не поверил, что страна спала мирным сном и что армия не была поведена в боевую готовность. Ну вот, он пакт. 23 августа 1939-го на Ходынском аэродроме, тогда это Подмосковье, садится необычный самолет. За штурвалом Фокке-Вульфа-200, личного лайнера Гитлера, его же личный пилот. Самолет как средство дипломатии еще в диковинку. Про Кондор говорят решение со скоростью 350 км в час. Но в этот раз дело и вправду неотложное. Андреас Альбас, мой немецкий коллега из журнала «Штерн», специально для нашего фильма изучил вопросы о подготовке Германии, войны против Советского Союза. Наши с Андреасом истории будут развиваться параллельно, чтобы сойтись в роковой точке 22 июня 1941-го. Итак, 23 августа 1939-го в Москву прилетел глава немецкого МИДа, Юахим фон Риббентроп. Визит и совершенно неожидан. В предшествующие шесть лет, с тех пор, как Гитлер пришел к власти, с немцами в СССР готовились встречаться только в одном месте – на поле боя. Стреляйте из ваших пулеметов, пока их у вас не отняли. Но их у вас скоро отнимут. Их у вас скоро отнимут. В августе 1939-го реквизит к фильму «Профессор Мамлок» потребовался опять. Визит Риббентропа был таким внезапным, что найти нацистскую символику для официальной церемонии смогли только в кладовых мусфильма. Был анекдот такой, что, ну, когда Риббентроп приехал в караул почетный, и, значит, к Мирбентроп подходит, и, значит, к начальнику, к этому командиру, представляете, Катурек, фон Риббентроп. А тот им отвечает «Три фон Петров». Так народ сразу отреагировал. Есть на что откликаться. Риббентроп прилетел не просто на переговоры. Он прилетел заключить пакт о ненападении. При том, что всю весну и все лето в Москве готовят договор о военном союзе с Англией и Францией, которые всего через неделю после Риббентроповского визита с Германией будут воевать. Риббентропа селят вот здесь. Это здание бывшего посольства Австрии, когда ее присоединили к Рейху, здание тоже отошло к Германии. А вот тут, буквально напротив, живут те самые английские и французские представители, которые ведут в Москве переговоры о союзе. Риббентроп будет с удовольствием вспоминать, как соседи глядели на него с совершенно отвыщими челюстями. Времени опомнится? Нет. Переговоры с союзниками прерваны. Вскоре английскому и французскому премьерам вынесена заочная характеристика. Из разговора Сталина с Риббентропом. Чемберлен – болван, а Деладье – еще больший болван. В этой ситуации Сталин продолжал ту линию, которую он начал еще в 1938 году. Это линия на разжигание Европейской войны. И дальше все было сделано блестяще. Имитация переговоров с западными союзниками. Страх, который был вызван в Берлине возможным этим союзом. После чего в Москву прилетает Риббентроп, готовый на все. Я полагаю, что мюнхенская политика Англии и Франции продолжала, в общем-то, уже традиционную для этих стран политику умиротворения Германии. Видимо, основной пуговительной причиной этого был характерный для европейских стран антисоветизм. Для малых восточноевропейских стран Мюнхен стал своеобразным символом того, что восточная Европа фактически отдана в сферу интересов Германии. Мюнхенский договор, в России его чаще называли Мюнхенский сговор, подписан за 11 месяцев до московского вояжа Риббентропа в этом дворце. Сейчас здесь театральное училище, а тогда под Москвой главной европейской драмы. Субтитры создавал DimaTorzok В этой самой комнате Англия и Франция заочно, Чехословакия на подписании отсутствует, передают Гитлеру часть ее территории. Вот так, по границе. На русском языке это называется «без меня меня женили». В данном случае, лучше сказать «убили». Считается, что таким образом Гитлера умиротворяют, ибо он якобы претендует лишь на те районы, где много этнических немцев. Но это, разумеется, лишь предлог. Рейх не зря нависает над Чехословакией, как огромная пасть. На советских карикатурах это так и изображают. Через полгода после Мюнхена вермахт уже без всяких договоров оккупирует всю Чехословакию и входит в Прагу. КОНЕЦ Это считали предательством. Нас предала Франция, предала Англия. Хотя еще за год до этого, когда Германия оккупировала Австрию, а тогда это уважительно называли «присоединила», было ясно, что Чехословакия ждет то же самое. Потому что все время были слухи, что граждане Чехословакии и немецкой национальности тоже хотят присоединиться к Германии, как австрийцы. КОНЕЦ Деладье Чимберлен и вправду выставлены болванами. Вернувшись из Мюнхена, английский премьер потрясал заключенный из Германии декларацией о ненападении и на всю страну кричал «Эта бумага – мир для нашей эпохи!» Хочу выступить на полсекунды адвокатом дьявола. Преступная и подлая политика Англии и Франции все-таки до некоторой степени понятна, учитывая, что пережили эти страны в Первую мировую, что они покрылись могилами и кладбищем, и после такой бойни эти народы, конечно же, не желали, чтобы снова вот это все дело не повторялось. Памятник жертвам Первой мировой в Лондоне. Это для нас она забыта под грудой иных, позднейших катастроф и бедствий. Для Европы Первая мировая по-прежнему «The Great War» – Великая война. А Вторая мировая, скорее, второй акт – расплата по старым незакрытым счетам. Кровавые войны и массовые убийства были, конечно, и до 1914-го, но тут смерть впервые стала промышленной технологией. Скорострельные пушки, отравляющие газ и пулеметы работают как конвейер, обезличенно и бесперебойно. И война отныне – дело не чести, доблести или геройства, а просто везение – повезло, выжил, нет, убит или покалечен. Не столько число жертв, сколько копеечность этих смертей потрясают европейское сознание. Бойня, мясорубка – к былым сражениям таких эпитетов не применяли. Люди выдохнули с облегчением, когда Чемберлен вернулся. Особенно те, кто пережил Первую мировую войну. Они говорили «Боже, упаси нас от еще одной войны». Ведь именно они прекрасно помнили и осознавали все ужасы, которые тогда происходили. А мы, молодежь, в тот момент о войне вообще не задумывались. В общем, после Первой мировой победители англичане и французы живут с тем же заклинанием, что после Второй мировой будет входу в победившем СССР. Главное, чтобы войны не было. Хватит, навоевались. Но это победители. А здесь, в проигравшей Германии, совсем другие чувства. Униния, депрессия, нехватка денег. А жить в этой стране привыкли не бедно. Но главное, ощущение тотальной давности и несправедливости. Что-то похожее будет в России после холодной войны. Это же какую страну проспали? Как и в России, актуальный вопрос, кто виноват. И патриотически настроенная группа бывших военнослужащих дает ответ понятной массе. Виноваты, коммунисты и евреи. В 1933-м эта группа приходит к власти. Моя мать случайно увидела Гитлера в 20-е годы в Мюнхене, в пивной, и была в ужасе от его персоны. И с самого начала была против него, очень сильно против. А вот мой отец, он был в отчаянии от положения дел в стране и говорил, что нам нужен сильный человек, который возьмет все в свои руки. И он был за Гитлером. После 1934-го Гитлер решительно ведет дело к новой войне за справедливость, как он считает. А недавний победитель пытается его умиротворять. Так и происходит мюнхенский сговор. Еще не будучи главой Великобритании, Черчилль сказал свою знаменитую фразу о том, что выбирая между войной и позором, вы, нынешние в тот момент правители Англии, выбрали позор, а получите войну. Что и получилось. После оккупации Чехословакии всем ясно, что теперь Зоргитера направлен на Польшу. И в том же марте 1939-го Англия и Франция дают Варшаве так называемые гарантии независимости. Подразумевается, что в случае германского нападения Лондон и Париж Польшу поддержат. Москву перспективы войны между Германией и Западом вполне устраивает. Из статьи в журнале «Большевик» четвертый номер от 1939 года. Конец этой войны ознаменуется полным разгромом Старого Мира. Между двумя жерновами Советским Союзом, грозно поднявшимся во весь исполинский рост, и несокрушимой стеной революционной демократии, восставшей ему на помощь. В пыль и прах обращены будут остатки капиталистической системы. Дорогие товарищи! А вот художественное осмысление того же тезиса. Фильм «Великий гражданин» прообразом главного героя был Сергей Киров, сняли в 1937-м. Но после войны подредактировали. Мы с большим трудом нашли единственную неисправленную копию. Эх, лет через двадцать после хорошей войны выйти да взглянуть на Советский Союз. Республика так из 30-40. Черт его знает, как хорошо! АПЛОДИСМЕНТЫ Мы свирь насилья, мы разрушим до основания, А затем мы наш, мы новый мир построим, Кто был ничем, тот станет всем. Мы интернационал знали на зубок прекрасно. Каждое слово, ну и исполняли на память интернационал. Сын-те националом Воспрянет рот люд свой. Москва просто молчит и просто наблюдает за тем, как в Европе начинает назревать следующий военный пожар. Да, а каким боком это затрагивает Москву? Вообще говоря, Москва – это столица Советского Союза. Он в Европе находится, у него границы с Польшей. Наверное, с точки зрения обеспечения интересов безопасности советского народа, наверное, продвижение немцев вот отсюда сюда, западной границы Польши к ее восточной, то есть 80 километров от Минска, ну никак не соответствует интересам советского народа. Точно, Марк Семенович, но еще меньше интересов советского народа соответствует германо-польская дружба, которая как раз вот этим кризисом была нарушена. И в этом смысле Москва, естественно, выбирает то, что ему выгоднее. 23 августа 1939-го. После обеда главу германского МИДа Риббентропа везут в Кремль. В переговорах, большая редкость по тем временам, участвует лично Сталин. Из показаний Риббентропа на Нюрнбергском процессе. Сталин не обсуждал со мной возможность мирного урегулирования германо-польского конфликта. Он сходу дал понять, что если не получит половину Польши и прибалтийские страны, то я могу сразу же вылетать назад. Нет, вылетать назад не пришлось. Гитлеру, чьи войска уже изготовились к броску на Польшу, договор со Сталином нужен во что бы то ни стало, ведь к войне с Красной Армией вермахт сейчас не готов. Германская делегация быстро принимает все условия Москвы. Мы можем сделать отдельное фото? Я не против. Только дайте команду, чтобы убрали пустые стаканы. А то ведь подумают, что мы сначала напились, а потом подписали кое-какие документы. Уже глубокой ночью нарком иностранных дел Вячеслав Молотов и Риббентроп и сияющий Сталин за их спинами подписывают пакт унии нападений и секретный дополнительный протокол о разделе сфер влияния. К советской отнесены Финляндия, Латвия, Эстония, Литву выторгают позднее, и половина Польши. Ее скорую участь не обсуждают, но подразумевают. Геом. Секретно. Из дополнительного протокола к советско-германскому пакту о ненападении. Вопрос о том, желательно ли сохранение независимости польского государства и о границах такого государства может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. Во всяком случае, оба правительства будут решать этот вопрос в порядке дружественного, обоюдного согласия. То есть это был нормальный договор мародерского свойства со стороны Сталина. Смысл был в том, что германской армии предстояло воевать, приливать кровь немецких солдат, а результатами этой кампании, если она будет удачна, больше чем наполовину, Сталин договорился, что воспользуется он. Вы не согласны? Почему же я согласен, что это блестящий успех Советского Союза? Причем в данном случае я, в отличие от вас, не употребляю вот такие вот площадные заморочки, типа того, мародерский это или не мародерский. А главное в этом договоре все-таки то, что он является договором о ненападении. Начиная опять же с 1933 года, в Европе сложилась устойчивая точка зрения, что Москва и Берлин будут воевать в любом случае. И, собственно, на вот этой уверенностью строилась политика всех практически основных европейских игроков. И понятно, что когда в августе 1939 года Москва увидела именно вот эту вот возможность нормализовать отношения с Берлином, конечно, Москва захотела с вот этой вот готовности Берлина что-то получить. Чтобы добро у соседа не пропадало, если его уже все равно подожгли и избили, надо забрать и вынести. Да, да, Марк Семенович. А что вы хотели? Вы в данном случае смешиваете внутригосударственную мораль и межгосударственную мораль. Это разные принципиально вещи. И поэтому прав, кто наглый и вооруженный. Да, точно, прав, кто наглый и вооруженный. Посмотрите новости в конце концов. О чем мы говорим вообще-то? Покончив с делами, высокие договорившиеся стороны устраивают банкет. Риббентроп приветствует хозяев нацистским хайл. Сталин в ответ делает к Никсон. Все хохочут. Затем вождь поднимает тост за фюрера, а Риббентроп за Сталина. Все пьют. Зная, как немецкий народ любит своего фюрера, предлагаю выпить за его народ. Прощаясь, Сталин говорит Риббентропу, что СССР относится к пакту очень серьезно и может дать честное слово, что никогда не предаст партнера. Очень серьезно относится к этому договору. Из воспоминаний Никиты Хрущева. Сталин буквально ходил гоголем, задравши нос и повторял. Надул Гитлера. Надул Гитлера. Вальтер Хевель, сотрудник германского МИДа. Получив донесение Риббентропа об успехе его миссии, Гитлер дал волю чувствам. В маниакальном иступлении он стучал кулаками по стене и кричал, теперь весь мир у меня в кармане. Пакт подписан в четверг, а война с Польшей назначена уже на субботу, 26 августа. Но в пятницу становится известно, что Варшава подписала военный договор с Лондоном. И Гитлер срочно в последний момент отменяет приказ о нападении. Фюрер опасается войны с Англией и Францией. Да, после Мюнхена считают их гарантию помощь Польши блефом, но все же колеблется. В следующую неделю Гитлер, говоря мидовским языком, анализирует сигналы из Парижа и Лондона и решает то ли, что войну ему не объявят, то ли, что объявят, но воевать не станут. Но 28 августа он идет в Абанк. Атака назначена на 1 сентября. Этот день его идет в историю. ИНУХАНДИХИНИКИ СОЛОМИНКИ ИНУХАНДИХИНИКИ Ну и после нападения Англия и Франция все еще тянут, хватаясь за соломинку, пытаются убедить Гитлера вернуться к переговорам. Лишь через двое суток, 3 сентября, Лондон и Париж объявляют о вступлении в войну, в которой Германия и Советский Союз пока что стоят спина к спине. В таких выражениях описал это Гитлер. Уже 1 сентября штаб германских ВВС просит, чтобы Минская радиостанция передавала сигналы для, как сказано, срочных воздухоплавательных опытов. Просьба удовлетворена. И в течение всей польской кампании Минск служит радиомаяком для немецких бомбардировщиков. Говорит Минск! Говорит Минск! Говорит Минск! Сталин на встрече с руководством Коминтерна 7 сентября 1939 года. Уничтожение Польши означает, что одним буржуазным фашистским государством стало меньше. Что плохого, если в результате мы распространим социалистическую систему на новые территории и население? Распространение начинают спустя 10 дней. Когда в немецких призывах к действию звучит уже явное нетерпение, советско-польскую границу переходит 600-тысячная армия и почти 5000 танков. Белоруссия родная, Украина золотая, Ваше счастье молодое, Мы стальные пищника не оградим! Это называется освободительный поход, а его причина после напряженных консультаций с Берлином сформулирована так. Население Польши брошено его незадачливыми руководителями на произвол судьбы. Советское правительство считает священной обязанностью подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белорусам, населяющим Польшу. В этот поход призывают и мужа Насти Прудниковой. У них двое ребятишек, и она опять на сносях. Но это, конечно, мелочи. Польская, польская. Только у нас этот сосед варить. Хохол. Та ца, польская ца, шапками закидают. Шапками закидают. Для польской армии удар в спину – полная неожиданность. Войска получают приказ советам не сопротивляться, оговаривать с ними условия сдачи. Условия, как выяснится, просты. Офицеров возьмут под арест. И после перебьют в нескольких Катынях. Солдат опять поставят под ружье, призвав в Красную армию. В фильме «О Брестской крепости» мы уже рассказывали, как в 41-м они тоже будут стрелять в спины своим освободителям. За следующий год на бывшей польской территории, теперь это Западная Белоруссия и Украина, репрессировано 366 тысяч человек. Но бежать из дружной семьи советских народов некуда. В немецкой зоне оккупации еще хуже. Немцы требовали, чтобы им кланялись. Они ведь были хозяевами мира. А поляки-то были полулюди, не только евреи, поляки тоже. Меня отправили работать на железную дорогу. Там с нами известно, как обращались. Польская собака, польская свинья и чуть что по голове или ногами пинали. А как начинали убегать, то камнями в наш швыряли. Окрестности Львова. Здесь 19 сентября 1939-го встречаются передовые части вермахта и Красной армии. Встреча смазана. И те, и другие решают, что перед ними поляки. И открывают огонь! Это первый в начавшейся мировой войне бой между советскими и германскими войсками. Недоразумение быстро урегулирует. И в следующие дни союзники сходятся уже мирно. На одной из встреч немецкие офицеры передают советским вот такой меморандум. Мы, солдаты, желаем войти со солдатами РККА в хорошее солдатское отношение. Русские солдаты пользуются у нас всегда глубоким уважением. Это и в будущем должно оставаться так. Городок был такой, да, он и сейчас, конечно, есть. Город Чертков, Тарнопольская область. Мы рассыпали, у нас было человек 15 или 20 офицеров по городу. И, значит, ищем квартиры. А эти, ну там, поляки, они, значит, сообразили, что если пустить офицера, то квартиру не отберут. И когда мы приходили, они радостно встречали. 22 сентября в Бресте проводят совместный парад. Камбрик Кривошейн принимает его вместе с генералом Гудерианом. 27 сентября Риббентроп снова приезжает в Москву. Здесь заключают новый договор о дружбе и границе. И самое забвенное спорье чертит эту самую границу на карте. Германия должна отказаться от Литвы. За это она получит область восточнее Вислы и Сувок. Перемишель остается поделенный на двое по реке Сан. В 1939 году договор, а в 1940 году поставили оперу «Валькирия». Это древняя германская мифология. Поставили очень помпезно. А до этого в СССР, вот после революции, Вагнера вообще не ставили у нас. Теперь у Гитлера и Сталина развязаны руки, чтобы решить проблемы на Западе. Они у каждого свои. Германия начинает готовить вторжение в Англию и Францию. В Москве осенью 1939-го серия коротких, как удары под дых, переговоров с делегациями прибалтийских стран. Если вы не пожелаете заключить с нами договор о взаимопомощи, господин Сельдер, нам придется использовать другие, более крутые пути. Прошу, не вынуждайте применять против Эстонии сил. «Пришло время, господин Мунтерс, упорядочить советско-латвийские отношения. Нам нужны военные базы на территории вашей страны. В Лиепае и Венспеле. Прошу не вынуждать применять нас сил». Господин Уржбис, пора определяться с внешнеполитической ориентацией Литвы. На вашей территории должны стоять советские войска. В октябре три республики подписывают все, что требует от них Москва. В Эстонии, Латвии и Литве созданы советские военные базы. «Сталин в беседе с Георгием Димитровым. Мы нашли форму, которая позволит поставить в орбиту влияние СССР ряд стран. Мы не будем добиваться их советизации. Придет время, они сами это сделают». Не вполне сами, но сделают всего через семь месяцев. После того, как вермахт всего за несколько недель разгромил Францию, Сталин решает – время полумер вышло. В июне 40-го в странах Прибалтики меняют власть. «В данном случае мы должны вспомнить с вами, собственно говоря, какое положение занимала Прибалтика в тогдашней Европе. Это было, в общем-то, обычное такое восточноевропейское захолустье. В принципе, нищета беспросветная. И совершенно естественно, что вот та советская пропаганда, которая рассказывала о неком, так сказать, новом социально справедливом обществе, она, конечно, воспринималась в Прибалтике очень даже положительно». «Вы знаете, почему я молчу? А потому что я просто потерял до речи». «А я думал, вы просто воспитанный человек». «Нет, я его потерял на том месте, когда вы произнесли про то, что Прибалтика была европейским захолустьем, где массы жили в какой-то нищете. Латвия по уровню жизни на рубеже войны была на совершенно хорошем западноевропейском уже месте. Только в данном случае, Марк Семенович, вы начитались при Балтийских бредни современных, которые, к сожалению, делаются очень просто. Мы пишем так, как хотим. Оккупации в данном случае не было. Было согласие прибалтийских правительств на размещение дополнительных контингентов советских войск по договору о взаимопомощи. «Полученные в 12 часов ночи, вызовом посла и сообщением, что если через 10 часов не будет ответ, то войдём сами». То есть в устроен бы получен ответ. «И что? Какая проблема?» «Проблема в том, что это не называется волеизъявление». «Нет, извините, я про волеизъявление не сказал. Да, это политика с позицией силы. И что есть нового? Раз есть согласие местного правительства, оккупации быть не может. Вот и всё. Что такое советская власть? Прибалтам наглядно демонстрируют парламентские выборы. Летом Сорокового их одновременно проводят во всех трёх странах. При какой ещё власти победа нужного блока возможна с такими результатами? В Эстонии – 93%. В Латвии – 98%. В Литве – 96%. В Литве – 99%. Вскоре эти парламенты просят о добровольном вхождении своих стран в СССР. Просьба немедленно удовлетворена. Но вот с четвёртым северо-западным соседом такого спектакля не получится. Где мы с миленьким сидели на носу ветеру, Он вздохнул, а я сильнее знать последний вечер. В декабре Мишку, муж Насти Прудниковой, едва вернулся из освободительного похода, Опять забирают на войну. Настя только-только родила, и за двумя старшими детьми присмотреть совсем некому. Но это, конечно, мелочи. Перед Новым годом он пошёл в Раменск купить гостинцу к Новому году на ёлку. И не пришёл его оттуда. Оттуда его прямо забрали. Я жду, жду, его нету. Теперь Мишу везут не в Польшу, а под Ленинград. Там, в заснеженных лесах советской сферы влияния, Лежит до сих пор неукрощённая Финляндия. И этот освободительный поход оборачивается катастрофой, Прологом горьких разгромов Великой Отечественной. Наша делегация была в Москве, и мы следили за происходящими там событиями. Всё затягивалось, ухудшалось больше и больше. И тогда Финляндия решила на всякий случай подготовиться к войне. Чтобы, если она начнётся, мы были готовы защитить страну. И тогда был дан указ о мобилизации. Сперва финнам предъявляют те же условия, что и Прибалтам. Надеюсь, мы найдём с вами общий язык. Советский воинский контингент, контроль над портами, финны упорствуют, переговоры заходят в тупик. Соединитесь с товарищем Сталином. 30 ноября Красная Армия пересекает границу. Походную песню вскоре напишут братья Покрас, слова Анатолия Д'Актиль. Со снегом под косом пудрявится пограничный скупой кругозор. Принимай нас, слови, красавица, Пожеленье прозрачных озёр. Много лжи в эти годы наверчено, Чтоб запутать финлянский народ. Открывай же теперь нам доверчиво Половинки широких ворот. Открывай же теперь нам доверчиво Половинки широких ворот. Нет, финны советской власти не верят И свои ворота держат наглухо запертыми. Натыкаясь на ожесточённое сопротивление, Красная Армия быстро увязает в глубоком снегу. Театр военных действий, Болото, снег, мороз, лес, Вот это всё, если вместе взять, То мы в тяжелейшем положении были. Мы на это не рассчитывали. Мы не рассчитывали. Мы думали быстро пройти. Вместо запланированных 15 дней Компания длится 105. И для Москвы каждый из них – удар по престижу. После финской кампании Многие делят вывод, Что Красная Армия не так сильна, как кажется. Скоро мы увидим, Что именно так начинают думать в Берлине. В результате войны СССР увеличил свою территорию, Отодвинул границу от Ленинграда И получил таки доступ к финским портам. Цена такова – 131 тысяча убитыми, 265 тысяч – ранеными. У финнов это 23 и 44 тысячи. После словия к войне Уже в разгар Великой Отечественной Напишет Александр Твердовский. Среди большой войны жестокой, С чего ума не приложу. Мне жалко той судьбы далекой, Как будто мертвый, одинокий, Как будто это я лежу. Примерший, маленький, убитый, На той войне незнаменитой, Забытый, маленький, лежу. Странно слышать это от Фина, Но своя страна о жертвах той войны Старалась вообще не вспоминать. Памятники им начали ставить Лишь после советской власти. Финляндия В результате войны СССР Отодвинул границу от Ленинграда И получил доступ к финским портам. Цена такова – 131 тысяча убитыми, И 265 тысяч ранеными. Германия со своей западной проблемой Справляется лучше. 25 июня 40-го Берлин празднует Оглушительную победу. Всего через полтора месяца кампании Британский экспедиционный корпус Спасается бегством. А Франция, великая военная держава, Подписывает позорные перемирия. Церемонию проводят в том самом Железнодорожном вагоне, Где в 1918-м подписала перемирие Германии. А днини Вермахт считают лучшей армией мира, А Германию хозяйкой континентальной Европы. Когда мне было 14, мы со школой Путешествовали на корабле по Рейну. Мы увидели французское судно, И мы тут же запели. Победа наступит, мы одолеем Францию. Это было такое самовыражение. И многие действительно восхищались Этими победами, считали, что Гитлер может все. Это великолепно, так и дальше будет продолжаться. И в России будет то же самое. И так думало большинство. Теперь главный противник Гитлера – Англия. 19 июля он в одной из своих речей Предлагает ей мир, но получает отказ. В мае правительство возглавил непримиримие Уинстон Черчилль. В немецких штабах вовсю работает над морским львом. Массированным десантом через Ла-Манш. Но чем дальше, тем яснее. Риск второго шанса явно не будет. Велик даже для Гитлера. 31 июля на совещании с генералитетом Он впервые говорит об альтернативном варианте. Гитлер на совещании с генералитетом. Если Россия окажется разбитой, последняя надежда Англии угаснет. Властелином Европы и Балкан тогда станет Германия. Решение в ходе этого столкновения с Россией должно быть покончено. Итак, май 1941-го. На проведение операции 5 месяцев. Гитлер заявил, что на проведение операции понадобится 120 дивизий. Штабамотен приказ прорабатывать детали. А что же в это время делали в СССР? С детства, со школьных времен мы знаем один ответ на этот вопрос. Живите, хлопцы! Размножайтесь! Веселитесь! Забодай вас, король! Страна была занята мирным трудом и укреплением обороны. Документы, опубликованные после 1991-го, дают другой ответ. Советский Союз готовился вовсе не к оборонительной войне. И первый из известных ее планов появился тогда же, в июле-августе 1940-го. Он называется «Соображение об основах стратегического развертывания». Из «Соображений об основах стратегического развертывания Красной Армии от июля 1940-го года. Основной задачей наших войск является нанесение поражения германским силам в Восточной Пруссии и в районе Варшавы. С помогательным ударом нанести поражение противнику в районе Люблин, Грубешев, Томашов, Сандомир». Впервые после 50 лет разговоров о том, что Сталин был очень напуган и боялся гитлеровского вторжения, мы имеем на руках документы, вполне аутентичные, имеем карты, на которых видим, что же на самом деле планировала советская военная команда. Оно планировало грандиозную стратегическую наступательную операцию, которая начинается с рубежа советских границ. Никаких контрударов и никакого отражения агрессии здесь даже не просматривается. Речь все-таки идет о том, что вот эта советская наступательная операция должна быть нанесена по разворачивающимся у советских границ германским войскам. То есть фактически в советский оперативный план закладывается идея так называемого превентивного удара, когда вот вроде как немцы что-то собираются делать, а мы тут их бабах на замахе поймали и, соответственно, проводим свои собственные наступательные операции. В октябре нарком обороны Тимошенко и начальник генштаба Мерецков представляют обновленный вариант плана Сталину. После долгих обсуждений направление главного удара изменено. Наступать предстоит не из Белоруссии на Варшаву, а с Украины в Южную Польшу. Для этого Советский Юго-Западный фронт, пока он называется Киевским особым военным округом, решено усилить на 31% по числу дивизий, на 59% по авиаполкам и на 300% по танковым бригадам. Из плана стратегического развертывания Красной Армии от октября 1940 года мощным ударом в направление Люблины-Краков и далее на Бреслау отрезать Германию от балканских стран, лишить ее важнейших экономических баз. И все это время СССР и Германия продолжает активно торговать стратегическими товарами. Из России в Рейх идет сырье. В 1940 году на Германию приходится 75% советского экспорта нефти. А из Рейха везут технику и технологии. Станки, чертежи, образцы орудий, танков и самолетов, включая мессершмиттли и юнкерсы. Оружие будущего врага СССР изучил задолго до войны. Экипаж и каждая винтомоторная группа являются легко уязвимыми местами. В сентябре с Гитлером общается главком немецкого флота Рейда. Он не то, чтобы против нападения на Россию, но считает, что пока не повержена Англия, делать этого нельзя. В его мемуарах застыл главный страх немецких стратегов война на два фронта. Из воспоминаний Гроссадмирала Рёдера Мы ни в коем случае не должны нарушать заключенного с Россией пакта, сказал я Гитлеру. Нельзя же себе представить, что мы решимся воевать на два фронта. Ведь ранее сам фюрер постоянно подчеркивал, что не повторяет ошибки правительства 1914-го. Но Гитлера уже не переубедит. Как раз в эти дни Люфтваффе проигрывает четырехмесячную воздушную битву за Англию. Становится ясно, что в ближайшие месяцы никакого десанта не высадят. Мы всегда верили, что выставим и что не проиграем войну. Что Америка в конце концов придет на помощь или еще что-нибудь случится. Но мы не сомневались в победе. Россия же кажется Гитлеру легкой добычей, колосс на глинаных ногах. Для нападений есть еще одна фундаментальная причина сама нацистская идеология. Из книги Гитлера «Майн камф» это громадное государство на Востоке созрело для гибели. Мы избраны судьбой стать свидетелями катастрофы, которая будет самым веским подтверждением правильности расовой теории. Гитлер получил от Сталина невмешательство в польскую войну, Гитлер получил от Сталина невмешательство в его большую западную кампанию, когда была разгромлена Франция, Гитлер получил от Сталина миллион тонн нефтепродуктов, получил транзит с Дальнего Востока сырья, ну собственно говоря и все. А что еще он мог больше взять? Товарищ Сталин получил от Гитлера половину Польши, право свободного доступа в Прибалтику. Получилось в Германии все, абсолютно без исключения новейшие образцы авиационного, морского, танкового, какого угодно вооружения. И к лету, к осени 40-го года, просто как мне это представляется, они поняли, что ну все, что они могли друг с друга получить, они получили, и теперь надо определиться с главным вопросом, кто из двух останется в Европе. Вот Берлин в октябре месяце вновь поднимает вопрос о том, что неплохо бы, как сказать, отдать визит Риббентропу, который уже дважды был в Москве, и собственно приглашают в Берлин на переговоры главу советского правительства и по совместительству наркома и иностранного дела Вячеслава Михайловича Молотова. В ноябре В ноябре сорокового Молотов глава правительства, второй человек в стране, но в газетах этот официальный визит в дружественную страну едва освещается. Никакого кремлевского пула журналистов молотовский спецпоезд с собой не везет. Немцы было предложили самолет, но оказалось не влезть. В советской делегации 65 человек, включая повара, официантку и парикмахера. За пазухой у Молотова набросанная Сталином шпаргалка, о чем не забыть сказать в Берлине. Такое впечатление здесь на месяц переговоров. Из директивы Сталина Молотову подготовить первоначальную наметку сферы интересов СССР в Европе, Ближней и Средней Азии. Болгария должна быть отнесена к сфере интересов СССР. Вопрос о Румынии и Венгрии нас очень интересует. Вопрос об Иране не может решаться без участия СССР. Утром 12 ноября в Берлине мрачно и дождливо спецпоезд прибывает на Ангальский вокзал. После войны от него остались одни руины. Встреча такая же прохладная, как и погода. Формальные рукопожатия и исполнение гимнов. Первый случай за историю Третьего Рейха, чтобы в столице официально исполняли «Интернационал». Я увидела в Берлине советский флаг и услышала, что здесь Молотов. Я была полностью обескуражена и шокирована. Я и представления не имела о пакте, только позднее о нем узнала. Но меня сильно беспокоило то, что несмотря на наше противостояние со Сталином, Молотов приезжает в Берлин. Мы не могли этого понять и были очень взволнованы. Советские делегации селят во дворце Бельвю. Сейчас здесь работает президент Германии. А переговоры идут в рейс-канцлари. Это пять минут на машине. Идут из рук вон плохо. Гитлер заявляет, что Британия повержена и предлагает вместе делиться ее империю. Для этого Москву зовут присоединиться к Тройственному пакту, оси, который только что образовали Рим, Берлин и Токио. Молотов дает понять, что обсуждать это рано и достает шпаргалку. Болгария должна быть перенесена в сферу деятельности СССР. Вопрос о Румынии и Венгрии нас тоже очень интересует. Переговоры зашли в тупик. Гитлер демонстративно не приезжает на прием в советское посольство, да и сам прием смазан. Не успели поднять первый тост, как завыли сиреной воздушной тревоги. Все идут в бомбоубежище. Между Молотовым и Ревентропом происходит знаменитый диалог. Всем очевидно, что Англия уже фактически разбита. Так почему же мы тогда сидим в бомбоубежище? 14 ноября еще холоднее, чем встречали Молотова провожают. В следующий раз он приедет в Германию через пять лет на Потсдамскую конференцию, где победители будут решать судьбу уже послевоенной Европы. после отец Молотова Гитлер заявляет, что цена сотрудничества с Россией слишком велика. Сталин, унион и коварен, заявляет фюрер. Он требует все больше и больше. Решение разгромить Россию как можно быстрее. Реплика о том, что война на Востоке может стать затишной и Германии надо уже сейчас готовиться к такому варианту, Гитлер решительно пресекает. Нацистская пресса не пишет об этом ни слова. По его мнению, это вызывает недовольство населения, чего допускаться не следует. 18 декабря 40-го Гитлер подписывает директиву номер 21, разработанный под руководством генерала Паулеса план Барбароса. Пожалуй, самицитируемый документ предвоенной эпохи. из директивы фюрера номер 21. Основные силы русских войск должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого быстрого движения танковых клиний. Отступление боеспособных войск противника на широкие просторы русской территории должно быть предотвращено. наступать на Россию запланировано тремя группами армии. Атака назначена на 15 мая 41-го. О том, что Советский Союз тоже готовит наступательную операцию к гитаровскому командованию даже и не подозревает. В январе советские планы отрабатывают на двух штабных играх. Это когда война разворачивается только на картах. Участвуют 4 маршала и 49 генералов. Весь высший комсостав Красной Армии. Вариант наступления в Южной Польше утвержден окончательно. Восточными, то есть условно советскими войсками в игре командует генерал армии Жуков. Он блестяще справляется с задачей, пройдя на запад 300 километров, заняв всю Южную Польшу, Словакию и часть Румынии с Венгрией. Интересно, как задана хронология игры. Не первый, второй, третий день операции, как поступали обычно, а с 8 по 20 августа 41-го. Это достаточно любопытно. Во-вторых, наступление главной группировки советских войск на Краков и Будапешт начиналось с исходного рубежа, который уже был вынесен за советские границы. То есть предполагалось, что граница будет перейдена уже на этапе развёртывания войск. И важно отметить, что в ходе этой игры Красная Армия одновременно вела 4 операции. Главное наступление на Краков и Будапешт отражало два наступления немцев на Ковель и на Львов, да ещё окружило немецкую группировку в Буковине, немецко-румынскую. То есть эта игра, как она была проведена и как она была доложена Сталину, говорит о колоссальной переоценке собственных сил, которая, к сожалению, присутствовала в умах советского командования, советского высшего политического руководства, проще говоря, товарища Сталина. Один вопрос. Как вы могли пройти? Здесь обрыв. Танки не летают? Если нужно, советские танки летают. Наступает последний день последнего довоенного года. В Ленинградском дворце пионеров делают эту фотографию. В Москве заканчивается шестидневное совещание высшего комсостава. Георгий Жуков произносит речь об исключительном значении фактора внезапности. У Насти Прудниковой отличное настроение. Муж снова рядом и дочурки здоровы. Отец москвички Гали Шальновой принёс домой ёлку. Всех друзей в нарядном зале наша ёлка соберёт. И родной товарищ Сталин нами встретит Новый год. В двора у нас масса детей были. Все около ёлки ходили, потому что ёлка стояла в углу. Все вокруг ёлки ходили, пели. Там вдали за рекой раздаётся порой ку-ку-ку-ку-ку-ку. в феврале 41-го начинается переброска вермахта к советским границам. За 4 месяца туда прибудут 95 дивизий. Пришла большая армия и у нас тут расквартировалась по всей деревне в сарае. Каждый получил бутылку рома, четверть литра и устроили себе пир. Мама боялась, что сожгут нам сарай. Мы пошли и мама просит их, чтобы осторожно себя вели и не подожгли сено. А один из них говорит, всё равно начинается война, идём на Ивана. Я тогда был солдатом, мы мало знали. Ведь ты же только часть этой армии. мы всё принимали как есть. Ты оставляешь своё я и думаешь как все. После войны и особенно при Хрущёве на эту тему будут рассуждать много и с удовольствием, что советская разведка заранее обо всём узнала и доложила Сталину, да он не поверил. Нет, это не так. Срочное донесение из Берлина, товарищ Сталин. разведка действительно сообщала, что нападение готовится, но никакой определённости когда, где, какими силами так до конца и не было. Не считая всяких адвокатов, газетчиков, сотрудников посольств, эти люди по определению могут передавать лишь слухи. У советской разведки в Германии двое ценных агентов. В Министерстве авиации обер-лейтенант Харо Шульце Бойзен, псевдоним Старшина. В Министерстве экономики референт Арвид Харнак, псевдоним Корсиканец. Никто из них не был заброшен в Германию как Штирлиц. Оба интеллигента из привилегированных семей и оба идейные антифашисты они предложили свои услуги сами. Но узнать больше, чем им положено по весьма скромным должностям, тем более отделить правду от сознательной дезинформации не в силах ни один, ни другой. Из донесений агентов Корсиканец и Старшина 20 марта имеется лишь 50% того, что нападение произойдет. 14 апреля началу военных действий будет предшествовать ультиматум. 14 мая планы в отношении Советского Союза откладываются. 11 июня вопрос о нападении на СССР решен. Следует считаться с неожиданным ударом. 17 июня за 5 дней до войны Шульца-Бойзен передает в Москву список целей для немецкой авиации электростанция Свирь-3 это под Ленинградом московские заводы производящие запчасти к самолетам а также авторемонтные мастерские то что это дезинформация ни один немецкий самолет не может долететь от границы до Москвы и обратно настолько очевидно что Сталин накладывает на донесение такую резолюцию товарищу Меркулову можете послать ваш источник к ЕП матери это не источник а дезинформатор ничем не выделяются и сообщения из Японии их шлет пресс-атташе германского посольства в Токио Рихард Зорге в 60-е пропаганда сделает его хрестоматийным образцом всезнающего советского резидента и вообще самым знаменитым советским разведчиком из книги Михаила Колесникова таким был Рихард Зорге не заходя в квартиру Зорге помчался к радисту Максу война начнется 22 июня 41-го с растущим нетерпением ждал Зорге ответа из центра но центр молчал все радиограммы приняты но приняты ли они во внимание советским правительством не умаляя заслуг этого бесспорно героического человека Зорге разоблачили и повесили в 44-м все-таки скажем что этот текст чистый вымысел даты начала войны Зорге в Москву никогда не сообщал тем более до конца весны эта дата неизвестна в принципе в конце марта 41-го в германских планах происходит серьезный сбой переворот в Югославии свергает дружественную гитлеру правительство Берлин немедленно готовит военный ответ 6-го апреля люфтваффе бомбит Белград 17-го апреля страна полностью оккупирована но эта победная кампания делает невозможной атаку на Советский Союз как планировалось 15-го мая 30-го апреля Гитлер утвердил новый график развертывания в нем и только в нем впервые появляется дата 22-го июня конечно исходя из того что реально произошло летом 41-го года мы конечно вынуждены констатировать что советская разведка не смогла представить в Кремль информацию которая бы однозначно свидетельствовала о том что собственно говоря принято какие решения приняты в Германии и здесь конечно вот по тому о чем вы уже говорили видимо стоит добавить и тот факт что советских агентов среди военных руководителей третьего рейха я имею ввиду тех людей которые реально работали с документами такого вот уровня да к сожалению просто не было так что советские военные планы всю весну готовят с учетом внезапного нападения но своего очередную редакцию обсуждают у Сталина в марте именно в этом варианте и сидит та загадка которая продолжает нас интриговать а именно на оборотной стороне одного из листов 29-го конкретно говоря рукой Ватутина это начальник Василевского начальник оперативного управления генштаба бисерным почерком написано наступления начать 12-го 6-го что это было что это было сказать очень трудно в условиях полного вакуума мы вынуждены предположить например такой вариант что документ докладывался Сталину Сталин что-то там высказывал какие-то свои решения и Ватутина например записал Большой Кремлевский дворец 5-го мая 41-го здесь проходит торжественный прием в честь выпускников военных академий Сталин произносит большую речь в советские времена она никогда не публиковалась говорит почти только о Германии общий смысл ее война из справедливой превращается в захватническую ее армия теряет пыл в ней появилось зазнайство но разговоры про ее непобедимость миф не забудем что в предшествующие два года разжигателями войны называли Англию и Францию и что значит новая установка вождя собравшиеся в зале военные конечно понимают но пока не до конца и после заседания на банкете Сталин развивает мысль из воспоминаний участника банкета один из генералов предложил тост за сталинскую мирную политику Сталин протестующий замахал руками пора отказаться от этой жвачки и не прикидываться дураками заявил он это оборонительный лозунг и он устарел время понять что только решающее наступление а не оборона могут привести к победе в следующие дни новую установку доводят до тех кто понесет ее в массы отдела пропаганды ЦК руководства союза писателей и союза кинематографистов наша общая цель опередить противника наше средство внезапность 10 июня командующая армия вторжения получает приказ о нападении на СССР подтверждена дата 22 июня установлены кодовые обозначения 21 июня в войска будет передан один из двух сигналов Дортмунд означает что наступление как и запланировано начнется 22 июня и можно приступать к открытому выполнению приказов Альтона означает что наступление переносится но в этом случае придется пойти на раскрытие целей сосредоточения войск пьяного наступление 2 июня 10 июня командующая армия вторжения получает приказ о нападении на СССР подтверждена дата 22 июня Вот диаграммы, на которых мы видим соотношение сил Красной Армии и Вермахта на трех основных стратегических направлениях – север, центр и юг. Мы видим общее численное превосходство Красной Армии, причем оно весьма дифференцировано. В полосе предполагаемого главного удара Красной Армии мы видим 5-6-7-кратное превосходство по танкам и самолетам и примерно полуторное превосходство по числу дивизий. В полосе немецкой группы армийцентра, то есть Белоруссии, там, где немцы планировали нанести главный удар, а для нас это было вспомогательное направление, здесь тоже имеет место советское численное превосходство, но оно значительно меньше. По числу дивизий немцы даже имеют небольшое превосходство. И в итоге, имея возможность составлять гораздо большие силы, чем противные, Красная Армия, к сожалению, реализовать свое превосходство не смогла. В середине мая в Генштабе, его уже возглавляет Георгий Жуков, готовит очередной, четвертый из известных нам планов предстоящего наступления. Содержательно он не отличается от всех предыдущих, главный удар в Южной Польше, но появляется важная фраза. Германия держит свою армию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет возможность упредить нас в развертывании и нанести внезапный удар. Что произошло дальше – одна из самых полемических тем в российской историографии. Жуков, в опубликованной только в 90-е беседе с группой историков, уверял, что Сталин этот план отверг на корню. Из беседы Жукова с историками. «Вы что, с ума сошли? Немцев хотите спровоцировать?» – раздраженно бросил Сталин. «Мы сослались на его выступление 5 мая. Так я сказал это, чтобы подбодрить присутствующих». Такую легенду генерал, вернее, к тому времени уже маршал Советского Союза Жуков рассказывал после войны нескольким историкам. Причем каждому историку он рассказывал свою собственную историю, отличающуюся, так сказать, от любой другой. Это, естественно, позволяет предположить, что, скорее всего, либо товарищ Жуков не говорил того, что вспомнили историки, либо он специально, так сказать, им рассказывал то, чего не было. Майский вариант, по сути дела, фактически повторял мартовский, повторял в значительной степени октябрьский. То есть это один и тот же документ. Причем там огромные текстовые совпадения. Это тоже еще один безусловный аргумент в пользу того, что все это, конечно, Сталину докладывалось, получалась его реакция, одобрение, уточнение и так далее. Поэтому, конечно же, любые предположения о том, что это был так называемый план Жукова, составленный Жуковым по его личной инициативе… Это же и никому не показано, да? Да, и никому не показано, лишены всякого основания. А в зену. 13 июня министр пропаганды Юзеф Геббельс проводит последнюю пиар-акцию перед войной. В газете Фокиша Боу-Бахтер упубликована его статья о недавней десантной операции «Накрытие» с явным намеком, что скоро такая же операция ждет Англию. Затем уже напечатанный террор шумно изымает из продажи и пускает под нож, изображая, что газета выдала важный военный секрет. Смысл акции ясен – отвлечь внимание от скорого вторжения в СССР. В тот же самый день последнюю пиар-акцию перед войной проводит и Москва. В «Правде» опубликовано знаменитое сообщение ТАСС. По мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы. Смысл акции не ясен. Хотели прощупить реакцию Берлина? Или это часть многоходовой комбинации? Когда наше наступление начнется, надо ведь будет говорить, что его спровоцировал враг, а СССР вот до последнего проводил миролюбивую политику. Точного ответа мы, скорее всего, не узнаем уже никогда. СССР было вынужденным превентивным ударом, очень популярным среди немецких неонацистов. Таким образом, они пытаются оправдать гитару и обелить нацистский режим. На самом деле, Берлин ничего не знал о советских планах. В конце мая 1941 года Красная Армия приходит в движение и начинаются события, реальные события, которые, на мой взгляд, нельзя интерпретировать иначе, как начало стратегического развёртывания Красной Армии. Практически простым языком, это значит, что войска на огромной территории страны и даже начиная из Монголии, откуда ехал 5-й мехкорпус, начинают двигаться к западной границе и начинают формировать некую группировку. И эта группировка удивительно похожа на ту, которая должна была бы быть создана для реализации, в частности, майского варианта плана стратегического развёртывания Красной Армии. В данном случае, действительно, исходя из тех данных, которые нам сегодня доступны, мы видим, что полное сосредоточение Красной Армии, это примерно 79% наличных сил, на Западном театре военных действий должно было как раз завершиться где-то примерно к 10-му, 15-му, условно говоря, июля. Но вместе с тем, Марк Семенович, я всё-таки вынужден констатировать, что те материалы, которые нам доступны, они не дают возможности даже предположить, так сказать, есть ли срок наступления свящей Красной Армии. Только, Михаил Владимирович, очень важно подчеркнуть, что мы не имеем документальных подтверждений не потому, что поленились их искать, не потому, что не нашли, а потому, что не только нас лично, а и столько туда не пустели. Да, вообще эти вопросы, к сожалению, очень слабо изучены. Документы последних месяцев перед началом войны практически недоступны вот именно те, которые хотелось бы. В ночь на 21 июня в гарманские войска поступает сигнал «Дортмунд». Приступить к открытому выполнению приказа. На границе снимают проволочные заграждения. На исходные рубежи выдвигаются танковые соединения. Рёв их двигателей слышат и на советской территории. 21-го в Москву идёт вал донесений. Что ещё можно сделать в этот момент? Перейти в контрнаступление? Нет, Красная Армия ещё не завершила развертывание. А вот ввести в действие так называемые планы прикрытия, когда войска у границы занимают оборону и сдерживают врага до подхода основных сил, было можно. Такие планы были в каждом военном округе, каждой армии и каждой дивизии. Но Москва весь день не отдаёт никакого приказа. В ночь на 22-е июня на советскую сторону перебегает немецкий солдат. Его зовут Альфред Лисков. На допросе он представляется антифашистом и рассказывает о полученном в германских войсках приказе. В Москве о перебежчике узнают под утро. Но ещё до этого Сталин утверждает печально известную директиву, как её будут звать номер один. И передайте, чтобы избегали провокаций. Привести части в боевую готовность, рассредоточиться, встретить возможный внезапный удар немцев, не поддаваться на провокации. С военной точки зрения это полная невнятица. Как отличить внезапный удар от провокации на которую нельзя поддаваться? Впрочем, какая разница? В боевые части эта директива поступает уже утром 22-го. На мой взгляд, основная проблема 22-го июня заключается в том, что советская сторона неправильно оценивает сложившуюся в Европе военно-политическую обстановку. В Москве полагают, что до разрыва отношений с Германией видимо, еще есть какой-то зазор. Есть еще время для проведения своих собственных военных приготовлений или для различных дипломатических мер. В итоге тот вариант возможного советского упреждающего удара по немецким войскам был упущен и события пошли таким образом, каким мы знаем с вами из учебников истории. Беда вся в том, что Сталин переоценил мощь своей армии. Он оценивал ее по количеству дивизий, танков, самолетов и пушек и решил, что он очень силен. В результате, вплоть до самого момента начала германского вторжения, Сталин так и не смог поверить в то, что вот такими малыми силами, с точки зрения его представлений о возможности Красной Армии, Гитлер рискнет напасть. КОНЕЦ 22 июня, проходя мимо станции, Настя Прудникова слышит хриплый голос из динамика. «Молотов!» – бросает кто-то из хмурых мужиков. «Войну!» – объявили. На следующий день приходит повестка, и во вторник Настя провожает мужа на фронт. В третий раз за два года. «Миленьким сидели на носу ветерок». Еще он дома говорил, что теперь мы не вернутся. Если я с этих пришел, то теперь мы не вернутся. Вот это у него было, это я хорошо помню и не врал. Последнее письмо пришло от Миши в августе, и только через три года доставили извещение. Ваш муж пропал без вести. О, дорогой, помахал он мне платочком, Я одна пошла домой. О, дорогой, помахал он мне платочком. О, дорогой, помахал он мне платочком. О, дорогой, помахал он мне платочком. Продолжение следует...